ну что кошечки мои добро пожаловать на мой канал в новое парфюмерное видео вы готовы изучать открывать новые ароматы искать из бюджета традиционно что-то очень красивое очень стоящее для того чтобы это заказать чтобы у нас с вами было много парфюмерии чтобы мы каждый день пахли по-разному чтобы мы ее могли выбирать в зависимости от нашего настроения от случая хотим ли мы кого-то соблазнить либо притянуть либо показаться нежными либо показаться строгими либо показаться характерным либо кого-то оттолкнуть отпугнуть все это нам непременно не будет лишним давить все эти инструменты поэтому на продолжаем искать и выбирать сегодня я для вас 8 бюджетных ароматов как всегда заказала в магазине парфюмерии косметики рандеву зачем я все время смотрю сюда все ссылочки я традиционно для вас оставлю в описании под видео также свой скидочный промокод на 10 процентов который называется 10 love shop он даст вам скидку 10 процентов абсолютно на весь ассортимент товаров он суммирует со всеми скидками акциями на сайте и он постоянно многоразовый поэтому его запомните если еще не запомнили в каждом видео рассказываю вы уже должны были его выучить наизусть вас уже ночью должны если разбудить то вы должны вот произнести это 10 лавшов какой промокод народу 10 лавшов ладно все какое-то у меня сегодня развеселое настроение и это хорошо давайте собственно приступим к ароматам всем желаю приятного просмотра в предыдущих видео мы с вами рассматривали несколько ароматов от прекрасного бренда calvin klein и несколько ароматов удачных мы с вами нашли один я даже заказала бьюти до от которого я без ума и очень рада что мы сейчас с вами рассматриваем новый аромат называется он absession красивое название и такой какой-то у него коньячный цвет и пахнет это все как это все стойко горько терпко пахнет какой-то классикой каким-то винтажом то есть вы будете такая дорогая винтажная женщина такая нуарная это очень сильно красиво мне нравятся такие ароматы даже удивительно да что этот бренд выпустил и такой аромат обычно у них что-то очень легкая невесомая свежая здесь да прям такое характерное сумасходящий очень хочется уже отливанта этот на что-то похоже но не могу вспомнить на что а знаю на что похоже на black opium классически это похоже вот это также томно это также горько это также характерно как будто бы вы какая-то дорогая очень богатая леди в своем особняке курите трубку пользуетесь красной помадой вот что-то вот такое это очень сильно красиво это вроде бы терпко и горько но при этом это так привлекательно и совершенно у меня не болит голова не реагирует виски на этот аромат он такой изысканный потрясающе давайте поговорим здесь великолепном ансамбле из которого он собственно скроен и так стартует этот аромат прекрасной ванилью боже ну как можно отказаться и как можно его не заказать дальше эту ваниль делает очень сложный такой ароматный зеленый базилик обожаю аромат базилика и прямо по магазинам иногда хожу прям вдыхаю дальше бергамот здесь освежает охлаждает мандарин это также освежает но придает здесь позитива бодрости так моя любимая подруга забыла что я снимаю дальше здесь зеленые ноты немножечко освежает этот аромат хотя вот он ни в коем случае не свежий но он очень сложный и многогранный то есть он не слишком давит на вас из-за того что здесь и легкие ноты тоже содержатся дальше персик здесь великолепный сочный такой теплый ароматный водянистый и охлаждающий лимон в середине нас встречают специи сандал прекрасный легкий кориандр воздушный который чувствуется но он здесь какой-то красивый дубовый мох кедр цветок апельсина жасмин и роза все для сложности то есть такая цветочность пошла и в базе нам открывается амбра ладан да да это очень похоже на блэк опиум классическую версию версию то есть вот этот вот ладан куда ритуальный обрядный что ли даже мистический дальше ваниль чудесная здесь снова появляется да боже это очень сексуально дальше цибетин мускус и ветивер то есть здесь целых три афродизиака это амбра цибетин и мускус и ветивер здесь красивый такой нежный в общем аромат потрясный честное слово потрясный давайте будем смотреть сколько он стоит и конечно же его заказывать 8 миллилитров есть от ливанта он стоит 450 рублей а есть 100 миллилитров стоит 3 971 но если вам какой-то парфюма часина нравится но он вам дорог я вам напоминаю что я могу вам помочь заказать любой парфюм 40 процентной скидкой вы мне пишите пожалуйста в телеграме первая ссылочка в описании и заходите туда в верхний закрепленный комментарий верхнее закрепленное сообщение по моему нику пишите мне в личку я закажу вместе со своими товарами сниму распаковку сниму тестирование вам потом стеком отправлю этот аромат обязательно у меня будет заказах ну вот начало хорошее уже отличный улов клуб в свой ящичек с пробничками удачными следующий аромат от бренда агент провокатор так и называется агент провокатор это бренд сексуального нижнего белья давайте посмотрим что нам приготовил этот бренд за небольшие деньги здесь флакон розового цвета с черными надписями с черной ленточкой кстати у прошлого парфюма флакон был такой тоже винтажный достаточно простой достаточно примитивный не буду хвалить флакон потому что как бы нечего хвалить крышка такая какая-то пластмассовая дурацкая но форма обтекаемая и содержимое красивого цвета янтарного такого давайте перейдем к этому аромату какой сложный красивый аромат встречает нас здесь на старте индийский шафран плюс магнолия обожаю шафран в парфюмерии такой прекрасный ароматный пряный цветок слушайте отличный аромат нетривиальные знаете не какие-то пестики тычинки не конфетки бараночки а что-то такое сразу сексуальная характерная прям вы такая соблазнительница будете коварная в этом аромате дальше в середине нас встречает марокканская роза ветивер египетский жасмин и гордения то есть такие красивые цветы здесь ветивер мягенько так это все но из-за шафрана здесь характер уже есть то есть вы не простая такая штучка не ведетесь на какие-то конфетки в базе здесь у нас мускус кедр и амбра то есть два афродизиака на кедровой базе это очень хорошо это непредсказуемо неожиданно и очень очень хорошо для паркинзо классическая версия виолетта любимая ты будешь рада наконец-то мы добрались до твоего самого любимого бренда да я думаю что мы с тобой по всем парфюмом постепенно пройдемся пока по возрастанию цены мы идем и вот самый бюджетный парфюм от этого бренда это вот для паркинзо прозрачный здесь кристально чистый флакон похож он на какое-то изваяние из дождя из какого-то тумана из какого-то флера красивый аромат почему-то как-то раньше я к нему была равнодушна мне казался слишком простым а сейчас нет я чувствую здесь только свежести столько красоты я не понимаю почему мне раньше не нравился прекрасный ансамбль не классический нетривиальный что опять же очень радует потому что как-то вот если честно наелась уже таких простых арматов где роза жасмин и кедр в базе плюс фускус хочется уже чего-то этакого да не хочется пахнуть вот как-то тривиально как все и так здесь нас встречает тростник и мят очень интересное зеленое такое вступление дальше зеленый сирень вроде как бы серий но зеленая почему-то на мандарин здесь это все делает тепленьким не позволяет этому ансамблю будет слишком холодным и розовый перец здесь освежает середина здесь открывается водянистая очень такая сочная цветочно-фруктовая водяная лилия перед здесь такой немножко придающих характеринки чуть-чуть этому аромату дальше фиалка здесь пудровая сиреневая очень красивая белый персик сочный нежный амарилис такой красный цветок на толстом стебле да и крупные такие цветы у него и роза здесь классическая база здесь кедр белый мускус и ваниль мягкая легкая база вообще сам аромат очень легкий такой какой-то вот водянистый как будто бы какой-то цветочный сад после дождя вот вот так вот для меня это пахнет причем как будто бы еще такой туман стоит влажность такая большая в воздухе ну вот тростник он делает этот аромат поэтому он таким необычным является из этой ноты она здесь главное она здесь лидирующая вся остальная пирамида вокруг нее выстраивается ну плюс водяная лилия здесь тоже очень хорошо звучит и вот это сочетание тростника и водяной лилии собственно и создает вот это вот волшебство эклады арпедж мон эклад ланван прозрачный флакон с розовым содержимым на котором написано мон эклад если быть кратче серебряная крышка все это в духе классической версии очень все это симпатично все это должно быть очень сильно нежно мне я напомню очень понравилась черная версия от нее просто без ума уже руки ноги чешутся хочется уже скорее сделать новый заказ и у меня в корзине эта версия лежит очень удачная при этом бюджетная аромат очень кисленький аромат абрикосовой ненавижу абрикосы в парфюмерии но здесь этот абрикос звучит красиво я даже удивлена если честно мне этот аромат прям нравится он сочный такой абрикосовый если вы любите абрикосы парфюмерии я знаю что любят многие далее дивайн да у нас есть такой аромат на абрикосовую тему вот это абрикос но очень свежий прям такой красивый жизнерадостный кисленький но приятный кисленький и очень натуралистичный при этом бюджетный что немаловажно да а здесь нас на старте встречает алоэ и бергамот то есть такое прохладное водянистое здесь начало даже в середине собственно вступает абрикос хотя мы его слышим сразу же а жасмин и роза окружают этот абрикос то есть две такие классические ноты и база здесь белый мускус и сандал то есть такая воздушная пушистая теплая база теплой деревяшки с пушистым белым мускусом это очень хорошо мне это нравится я это тоже забираю в свою коллекцию пробничков дальше клиник хаппи лаконичный классический очень строгий флакон что мне нравится серебряная крышка лаконичная надпись прозрачное содержимое толстое стекло с толстым дном да что-то здесь жизнерадостное нас определенно ждет и такое непростое потому что но здесь много пирамид богатая и на старте нас встречает огромный ансамбль всевозможных фруктов всевозможных красивейших какие только есть вообще на этом свете первый фрукт это апельсин дальше красный грибфрут индийский мандарин бергамот то есть все мои любимые цитрусы здесь яблоко и слива яблоко здесь зеленая очень красивая очень сочная кисленькая и слива слива это потрясающая нота в парфюмерии она так круто звучит нисколько не хуже чем вишня потому что по вишневых ароматов очень много поклонников сливы как-то немного недооценена в этом плане нет например арома бокса сливовых ароматов да хотя слива она более так нуарно более томно звучит более как-то так притягательно и именно поэтому у данного парфюмера вот такое название happy да потому что здесь очень много жизнерадостных цитрусовых вам в общем антидепрессивность явно обеспечена очень кислое вступление прям кислое при кислое дальше средние ноты здесь исключительно цветочные здесь это кислинка продляется из-за фрезии дальше ланда же здесь вступает белый цветочный теплая орхидея классическая роза мягкая и в базе все это должно стать более теплым более медовым как-то сгладиться до должна вот эта кислинка из-за мимозы потому что мимоз у нас такую медовую ноту дает лилия магнолия здесь белые цветы до мускус и амбра 2 афродизиака то есть опять же база здесь очень легкая очень нежная прям максимально легкая цветочная что неожиданно потому что обычно какая-то древесность у нас по сидя до какие-то пачули а здесь вот цветы в пазе но и вот что что я сказала про мимозу до что теплота должна прийти ну вот как говорится должна да не обязан теплота здесь не пришла то есть это все как было кисло так это и осталось кислое сейчас для меня фрейзи вы аромат а я как бы к фрейзи так если честно и вот положа руку на сердце я вам скажу что этот аромат не стоит того чтобы его заказывать это как-то слишком примитивно кисло недорого не очаровательно не притягательно ничего здесь сексуального ничего здесь того из-за чего в вашем флоре и вашем окружении захочется быть из-за чего вас захочется непрерывно вдыхать нет поэтому нет 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 следующий аромат франк оливер вот бренда франк оливер здесь необычный флакон форме ракушки не сказала бы я что я в восторге но ничего подобного я не видела я в принципе не против вот такого творчества хотя я бы например не хотела этот флакон иметь у себя дома вот я не люблю такие много занимающие место флаконы потому что если открыть мой ящик с парфюмерией да у меня здесь прямо вот четко стоят все прямоугольные парфюмы они стоят впритык друг дружке ну ладно круглые как бы чуть похуже но все равно они тут как-то умещаются когда речь заходит о каких-нибудь ароматах типа шаппар прости господи пюр пуазон ну вот посмотрите сколько они занимают места на полке да и их не поставить в нормальный ящик то есть им нужна отдельная полка вот вот таким вот видите вот сколько он места занимает я вот этого не люблю если честно потому что я очень практичный человек для кого-то это конечно же не минус но вот для парфюмерного коллекционера который дорожит каждым сантиметром в своем шкафу это как бы минус поэтому вот я не люблю вот такое мне нравится когда все четко все строго вот такой флакон он четко умещается в свою ячейку удобно пользоваться ладно это лишь мое субъективное такое видение до флаконов давайте собственно рассматривать пирамиду здесь нас ждет очень много ароматных цветов и много ароматных фруктов и ягод на мягкой ваниль на сандаловой базе парфюм этот очень сложный не мягкий не нежный здесь много характера и много кричащих нот из-за чего мои виски уже начинают беспокоиться здесь персик и слива на старте плюс черная смородина и освежает это все грибрут немножко горчинки придает да в средних нотах здесь открывается и ланг и ланг очень душный и очень яркий гелиотроп жасмин и роза и базы здесь ванильная сандалово-мускусная и этот аромат я совершенно не понимаю он мне не нравится я здесь чувствую все что я здесь перечислила я совершенно не могу его понять определенно точно я скажу что мне не нравится это не мой аромат этот аромат вы знаете для меня из разряда не целостных не обтекаемых не монолитных ароматов здесь что-то как-то все намешано и все сумбурно в разные стороны выпрыгивает как вы знаете оркестр которым дирижирует какой-то пьяный или ну не знаю неадекватный дирижер да и вот все в бухты барахты да кто в лес кто подрыва вот представляете да вот ансамбль оркестровый и все так хаотично и играют вот вот для меня мелодия этого аромата вот такая как-то вот черти что простите за такую грубость и два аромата которые у нас остались от бренда анжелина их сейчас кладет рандеву практически во все заказы поэтому ловите да если будете делать заказ на рандеву что вам придут вот такие пробники большая здесь линейка в прошлый раз мы тоже с вами в прошлой распаковке рассматривали уже несколько ароматов в этот раз четыре штуки положили и написано что заказать их пока нельзя но изучайте кладите в корзину да добавляйте в избранное и скоро будет в продаже поэтому давайте изучим да первый аромат называется хьюг черри это аромат унисекс кстати все у нас были до этого ароматы женские исключительно не было у нас еще унисекс у меня это звучит очень красиво сочно и очень вишнево что мне определенно нравится какая-то вариация на тему лос черри только более лайтовая версия я думаю что вам тоже понравится если вы любите этот аромат здесь нас вверху встречают кокос персика миндаль красивое нежное вступление не люблю кокос в парфюмере но здесь он практически не заметил какой-то такой легкий здесь и он здесь прям очень даже в тему дальше в середине открывается вишневый тивер цветок апельсина почули и роза и в базе ваниль и ничего лишнего девочки это очень красиво это понятно это хорошо это прям вишнево на ванильной базе плюс миндаль он всегда с вишней сочетается отлично поэтому парфюмеры знаю это очень удачно его помещают собственно к вишне но и персик тоже прекрасная нота почули здесь такой прям характера придают до характеринки но все в норме все в нормальной дозировки не переборщили мне кажется это более женский аромат чем мужской поэтому я его себе тоже оставлю и второй аромат у нас тоже вишневый называется ripe cherry также здесь это аромат унисекс открывается он табаком миндалем и клюквой после прошлого аромата не слышу я чувствую здесь вишню более такую холодную тоже с миндалем вот сейчас сейчас слышу да сейчас слушалась и по мне эти ароматы очень похожи в сердце здесь вишня роза цветок апельсина почули и ветивер и база здесь ваниль да это очень похоже на тот аромат тоже вишневый тоже красивый да тоже лайтовая вариация там форда лос черри что такое алкогольное тоже вишневая миндальная радует что здесь ванильная база более такой носибельный более универсальная цветом фора для кого-то тяжеловатым кажется нам то это более такая чуть более легкой версии надеюсь чуть более бюджетная в общем когда будет продажи то советую попробовать ну вот и все такими были сегодняшние ароматы я себе из 8 оставила 5 это я считаю хорошим уловом только 3 они попали в меня спасибо большое что досмотрели это видео до конца я надеюсь что вы хорошо приятно провели это время со мной я с вами уж точно разворачивайте описание чтобы найти все лежащие там ссылки также пользуйтесь моим скидочным промокодом чтобы хорошо сэкономить пишите что-нибудь хорошее в комментариях знаете ли вы эти ароматы как вы к ним относитесь оценивайте пожалуйста это видео лайком это очень поможет набрать ему просмотры до комментарии тоже очень помогает подписывайтесь на мой канал здесь на ютубе мой яндекс цен канал тоже подписывайтесь там кстати сейчас удобный интерфейс там удобно просматривать ролики и там в отличие от ютуба есть монетизация то есть там вообще есть смысл стараться да и делать делать ролики и стараться развивать просмотры потому что у них вот прямо нереальные деньги платят можно вот вживую там раз несколько дней хоть что-то выводить и на что-то жить вообще в отличие от ютуба и не брать какие-то рекламы рекламные интеграции без которых сейчас просто не выжить честное слово и сейчас же еще некоторые пишут мне что олеся ну зачем вы рекламу берете но девочки ну а как жить мне во первых надо ремонт делать мне надо немножко закрыть долги в которые я залезла из-за того что мне нужно продолжать ремонт я же не могу квартиру вот так вот бросить и не двигаться в том плане то помимо этого я сейчас здоровьем активно занялась чтобы проверить здоровье господи тоже столько денег надо это ужас потому что женских врачов врачов у нас приличных бесплатных нет в городе в поликлинике нет гинекологов эндокринологов поэтому только к платным все анализы какие-то такие серьезные тоже все в платных поэтому я вас очень прошу понять меня тем более у меня реклама такая если мне что-то не нравится я не буду это рекламировать я не беру на рекламу то есть у меня очень четкие такие понятия в этом плане в квартире ремонт надо делать здоровьем надо заниматься надо двигаться дальше поэтому читая то что сейчас youtube не платит приходится брать интеграции плюс в этом году жену новый закон вышел о рекламе и сейчас реклама и вообще считается абсолютно все что блогер показывает и не за что ты там не докажешь что ты это купил на свои деньги что-то высказываешь свое личное мнение то никого не интересует если вот и показываешь какой-то товар в кадре все это уже реклама приходится все это маркировать и подписывать рекламу поэтому часто там где я пишу реклама ну как бы рекламы не является но вот так вот нужно это все оформлять чтобы не было никаких проблем вот я думаю что вам эта информация тоже очень полезно чтобы вы понимали вообще что происходит подписывайтесь поэтому пожалуйста на мой индекс цен канал у меня там ссылочка все мои соцсети вы мне очень сильно поможете если туда перейдете и вообще с ютубом да такая всегда неоднозначная история в нашей стране сегодня вы еще терпят завтра за свободу слова возьмут и прикроют хотя вроде бы сейчас какой-то опасности видео навального нет да который активно у нас пропаганду оппозиции вел но все равно много свободы слова на ютубе которые они нравятся нашим нашим властям поэтому да все так вот нестабильно непостоянно инстаграм же отключили и тут тоже могут отключить поэтому подписывайтесь пожалуйста на телеграм на мой подписывайтесь но и вот на яндекс цен это прям такая хорошая альтернатива ютубу надеюсь будет дальше развиваться в контакте в одноклассниках везде 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 буду вас очень ждать если вам нужно помочь заказать парфюмерию 40 процентной скидкой тоже пишите в телеграм я вам уже сказала как это сделать либо в вконтакте можете написать если телеграма у вас нет ну все вот надо уже давно было с вами попрощаться но я сегодня так хочу поговорить сегодня целый день ни с кем не поговорила я целый день сижу дома и у меня прям какая-то потребность поговорить поэтому я уже говорю обо всем о чем только можно все давайте завязывать это видео он будет слишком длинным и станете смотреть спасибо вам огромное за все очень вас люблю целую обнимаю очень вас ценю так счастлива что вы мне есть правда честно и искренне желаю вам всего-всего самого доброго прекрасных вам парфюмерных коллекций и увидимся здесь моем следующем видео всем до скорых встреч а 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